Не хотел сказать, что мы даже ответ не можем. Агрария со всех Акасии любуются урожаем разных сортов зерновых. Бейское семеноводческое хозяйство показывает, как приживаются популярные культуры и что можно ждать от пока неизвестных. Они проводят эксперименты с новыми сортами, которые сегодня в наших условиях. Мы говорим, что у нас зона рискованного земледелия, что есть засуха, есть точно так же могут дожди и осень ранее. И вот вы видите, что вот эти сорта даже в наших условиях могут давать 35-40, а некоторые сорта и 50 сантиметров с гектара. Семеноводческих хозяйств в Акасии 4. Каждый год аграрии встречаются на таких сортов участках, чтобы обсудить сбор урожая и поделиться наработками. Много мы подчерпываем отсюда, соответственно, получая этот опыт, внедряем его у себя. В одном хозяйстве один сорт так растет, в другом по-другому. И обмен опытом здесь, конечно, есть. Делимся, кто как обрабатывает, какой агрофон закладывается под ту или иную культуру. Создать семеноводческое хозяйство – дело затратное, но благодарное. Качественный посевной материал на весь золото. Наши аграрии, например, снабжают семенами не только всю Акасию, но и Тубу, Красноярский край. А на сортов участки подробно расскажут и о том, как почву подготовить и какой сорт подобрать. Российская традиция – чем выше, тем лучше. У хакасских аграриев особой популярностью не пользуется. Например, сорт аквилон. Он ростом не удивляет, но при всем при этом устойчив к болезням, а значит и урожайность больше. Самый лучший результат работы наших республиканских селекционеров – объемы урожая. Сельскохозяйственники, народ серьезный, и свои центнеры по осени считают. Но уже сегодня зерновых в Акасии обмолочено больше, чем в прошлом году. Наталья Данина, Дмитрий Парахин, РТС. РТС. РТС.